приветствую друзья макс вайсман это я тема у меня для разговора сегодня необычная я вообще даже не предполагал что когда-либо буду с вами об этом разговаривать я сейчас хочу поговорить о отечественных производителях сотовых телефонов я до недавнего времени вообще даже не предполагал что такие существуют в принципе оказывается они есть и их продукция пользуются спросом у граждан люди покупают их пользуются некоторые наверное даже не знать что эта продукция именно отечественного производства лично я сам пользовался вот таким вот телефоном motorola отличный в общем-то неплохой телефон вот он но он упал разбилось стекло не знаю видно не видно и некоторые цифры при наборе перестали работать поэтому где-то полгода назад я лично был вынужден его поменять на новый телефон но потому что без телефона сами знаете как без рук я купил ну собственно вот этот вот телефон который на тот момент времени был самым быстрым в мире ну по крайней мере продавцы мне сказали что это самый продвинутый телефон это 8 когда она возникла необходимость купить телефон то я естественно хотел купить телефон отечественного производителя и это был йотафон я искал везде этот йотафон и честно говоря в новом виде в этих киосках разных да где продаются сотовые телефоны почему-то модель этого телефона не была представлена ну впоследствии я узнал что к сожалению вот этот инновационный продукт с двумя экранами больше не выпускается компании йота почему-то они закрыли эту тему хотя на мой взгляд конечно продукт был интересный ну и собственно будучи уверенным в том что наши вообще ничего не делают вот кроме этой йоты которую не купить я купил собственно iphone который в принципе на самом деле доволен и я даже иногда с ним разговариваю сейчас я вам это покажу мне не понятен смысл выражения сейчас я вам это покажу но я могу попробовать найти его в интернете даже со мной разговаривает привет 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 ты кто я все но хватит обо мне чем я могу помочь вам в общем телефон конечно сам по себе неплохой но он имеет один в общем то или два даже недостатка ну во первых первый недостаток это то что он очень дорог я даже не буду называть цену за которую я его купил это приличные деньги а во вторых если вы покупаете этот телефон телефон этой марки китайской марки samsung или еще какой-либо иной то вы оплачиваете труд иноземных работников а не своих собственных и поэтому я был в хорошем смысле удивлен что у нас на просторах снг я сейчас буду говорить не только россии существуют производители сотовых телефонов которые делают телефоны под английскими аббревиатурами названиями и несведущий человек он даже и не поймет что это оказывается отечественные модели ну как отечественные все комплектующие там импортные импортные процессоры импортные экраны батарейки и даже корпуса в лучшем случае эти телефоны просто собраны в россии из завезенных запчастей но даже и это уже неплохо потому что чтобы их собрать здесь на месте нужно дать работу людям своим местным а это уже плюс по сравнению с телефонами компании которые собирают их за границей первая компания с которой я бы хотел вас познакомить называется текст от судя по номеру телефона эта компания санкт-петербурга и она выпускает вполне современные ну по крайней мере по виду смартфоны сами посмотрите что называется вот например довольно интересная модель давайте зайдем в интернет магазин и посмотрим что стоит кстати эта компания делает противоударные такие мощные смартфоны которые для строителей еще каких-то людей опасных профессий подошли бы ну кроме того обычные простые для людей которым просто нужно позвонить так что у нас по ценам по ценам на мой взгляд на мой взгляд совсем недорого 8900 рублей это самое дорогое что тут есть давайте посмотрим еще что у них есть смотрите 7900 противоударные в воде не тонет и в огне как говорится не дай что на мой взгляд абсолютно демократично по цене ну там вообще все демократично по цене потому что такие цены на в общем то современные смартфоны я даже в общем и не знаю насколько они современны давайте вообще говоря зайдем в характеристику самого дорогого что тут есть вот этот 8900 давайте посмотрим что он из себя представляет ну чисто внешне и сзади выглядит конечно неплохо а характеристики но седьмая версия андроида разрешение 1280 на 720 раза в полтора ниже чем у айфона процессор четырех ядерный китайской компании медиатек внутренний накопитель 8 гигабайт оперативка 1 гигабайт ну примерно столько же сколько у моей старой моторолы которая сломалась и которую я был вынужден заменить конечно это не верк совершенству безусловно но обратите внимание на цену для тех кому просто нужен телефон который может искать что-то в интернете на нем вполне можно установить какой-нибудь skype лайнер или еще что-то на мой взгляд это вполне так и неплохой выбор за небольшие еще одной отечественной компании которую легко можно принять за импорт является компания x play она вот тоже делают довольно интересные смартфоны на базе андроида включая даже телефон с тремя сим-картами я правда не очень понимаю такой телефон может понадобиться например в айфоне 1 сим-карта люди вполне себе его покупают и не жалуются к сожалению выбор конечно большой но к сожалению нету цен не очень понятно сколько эти телефоны на самом деле стоит если попадется в магазинах продукция вот этой вот отечественной компании x play имеем ввиду что компания из города москва и ее продукцию вполне можно рассматривать еще одной отечественной компании является high screen и написано в новостях что данная отечественная компания является лидером по продажам среди себе подобных они тоже делают вполне себе интересные модели смартфонов и не только давайте посмотрим в интернет-магазине что за модель они делают вот собственно цена на мой взгляд довольно демократичная около 9000 рублей эти посмотрим характеристики хотя бы одной из этой модели что она из себя представляет операционная система 8 android 2 сим-карты встроенная память 32 гигабайта и оперативка между прочим 3 гигабайта довольно неплохо к слову оперативная память айфона тоже 3 гигабайта единственное что там довольно продвинутая операционная система поэтому даже с такими характеристиками айфон на состояние полгода назад был самым быстрым в мире телефоном сейчас я не знаю но думаю по-прежнему держит пальму первенства либо находится но этот довольно интересный на мой взгляд аппарат за вполне себе демократичную на самом деле цену теперь понятно почему телефоны этой компании довольно популярная ну и последний русский производитель на котором хотелось бы заострить внимание это компания иной она делает аппараты под маркой иной и на мой взгляд эти аппараты на самом деле интересны не только ценой или еще чем-то они интересны тем что эта компания использует в своих аппаратах собственную операционную систему такие вещи ну на самом деле делают единицы компании тот же apple которого своя собственная хорошая операционная система я конечно не буду сейчас что-либо говорить об операционной системе которая стоит на смартфонов компании иной потому что я не знаю называется она сэнфиш что в переводе на русский язык означает как она работает я откровенно говоря не знаю но давайте посмотрим вот этот смартфон который стоит порядка 12 тысяч рублей что нам она расскажет оперативная память 2 гигабайта на самом деле не так уж и плохо в принципе люди пишут что вот эта операционная система ему понравилась было бы интересно на самом деле купить этот телефон потому что интересно поработать попользовать вот эту вот операционную систему которая скажем так стоит только на телефонах этой марки вот как раз эмблема этой операционной системы ну я бы честно говоря наверное бы взял интересно ну и наверное еще одним интересным производителем смартфонов кроме российских которых я уже сказал на просторах стран снг является импрессион электроникс которая выпускает свои смартфоны на украине цены в гривнах к сожалению гривна сейчас у нас полон стоит в районе 27 за доллар то есть сами видите ценник например вот этот смартфон вообще стоит меньше даже чем 50 долларов что конечно же является весьма и весьма демократичной ценой давайте что-нибудь откроем подороже вот этот например который стоит больше 100 долларов что он из себя представляет оперативка 2 гигабайта 16 гигабайт на нем есть четырех ядерных скорее всего китайский процессор в общем-то нормальные обыкновенные характеристики за вполне себе приемлемую цену ну вот так дорогие друзья оказывается на просторах стран снг есть производители которые делают современные смартфоны пускай пока и из импортных комплектующих ну дай бог им развития этим компаниям я откровенно говоря рад что в наших странах есть такие производители может быть я не всех показал но это были как раз самые крупные лично я подумал над тем чтобы купить аппарат компании иной потому что но у него своя собственная операционная система а инновации я в том или ином виде на самом деле конечно же люблю если вам требуется купить какой-то новый телефон подумайте о том чтобы потратить свои деньги на продукцию отечественного производителя всего вам доброго